Я старший по подъезду, уже второй срок. По уставу больше нельзя. Через месяц надо передать власть преемнику. Всегда у нас больной вопрос, да? Передача власти. Я-то с удовольствием. Но кому? Есть 3-4 человека. Один тупой, абсолютно. То есть он совсем не понимает, о чем с ним говорят. Скажешь ему, добрый день. А он, не воруй. Причем здесь не воруй. Вот такие тупые бывают. Несет, что не попадя. Скажешь ему, Сидор Петрович, что вы, дорогой мой, легко, как оделись. На улице прохладно. А он, не воруй. Причем здесь погода? Тупой, бесконечно. И святого за душой ничего. На Пасху, главный наш праздник нынче, а он верующий. Крестится каждую секунду, даже ветер вокруг него. На Пасху, говорю ему, Христос воскресе, Сидор Петрович, а он, не воруй. Идиот стопроцентный. Есть еще молодой парень, умница, ничего не скажу, энергии в нем. Но в нравственном отношении одно слово. Гнойник. Днем сидит, читает Чехова Антон Павлович. Вечером в баню с проститутками. Видели люди. Сынишка мой узнал их, проституток. Полгода назад исчез на 10 дней. Говорит, был на международном симпозиуме. Тогда кто в это же самое время лежал в венерическом диспансере? Братишка мой опознал его. Еще есть один тихий, скромный, интеллигент. Обувь ортопедическая, очки минус 7, голова на бок. Все хорошо, но киллер. А я как догадался, он вечером шмыг куда-то с футляром от скрипки. На другой день сообщения, заказное убийство. Поймать опять не удалось. Вон, кто на него подумает. Есть еще женщина, врач в сумасшедшем доме. Конечно, с кем поведешься, того и наберешься. Но не хочу злословить, тем более почти незаметно. Глаза у нее как-то в разные стороны, и все. И рот кривой. Да нет, не хочу злословить, некрасиво. Всегда у нее перхоть на воротнике, зимой даже заметно. Вот и думаю, кого из этих четырех на свое место рекомендовать. Беда еще в чем. Народ не хочет, чтобы старшим по подъезду был кто-то кроме меня. Совсем простые люди подходят, я их первый раз вижу в нашем подъезде. Честное слово, говорят, только ты, тебе замены нет. Если не ты, мы на себя руки наложим. Вот и не знаю теперь, как быть. Кто поумнее, говорят, давайте устав поменяем, чтобы можно было сидеть 4 срока. Или пусть он будет старшим по двум подъездам. Это уже совсем другая должность. Мне все равно, как. Мне главное, чтобы людям было лучше. Скажут, передай власть по наследству, я передам, не посмотрю, что сына...